Мантия – часть Земли, расположенной непосредственно под корой высшей ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 километров от земной поверхности. Границей между корой и мантией служит граница Махаровичича или сокращенно Моха. На ней происходит резкое увеличение сейсмических скоростей от 7 до 8 до 8,2 километра. В секунду находится эта граница на глубине от 7 до 70 километров. Мантия Земли подразделяется на верхнюю мантию и нижнюю мантию. Граница между этими геосферами служит слой Голицына, располагающийся на глубине около 670 километров. В начале 20 века активно обсуждалась природа границы Махаровичича. Некоторые исследователи предполагали, что там происходит метаморфическая реакция, в результате которой образуется породой с высокой плотностью. В качестве такой реакции предлагалась реакция эклагитизации, в результате которой породы базальтового состава превращаются в эклагит, и их плотность увеличивается на 30%. Другие ученые объясняли резкое увеличение скоростей сейсмических волн изменением состава пород от относительно легких коровых кислых и основных к плотным мантийным ультраосновным породам. Эта точка зрения сейчас является общепризнанной. Отличие состава земной коры и мантий – следствие их происхождения. Исходно однородная земля в результате частичного плавления разделилась на легкоплавкую и легкую часть коры и плотную и тугоплавкую мантию. Источники информации о мантии. Мантия Земли недоступна непосредственному исследованию. Она не выходит на земную поверхность и не достигнута глубинным урением. Поэтому большая часть информации о мантии получена геохимическими и геофизическими методами. Данные же о ее геологическом строении очень ограничены. Мантию изучают по следующим данным. Геофизические данные. В первую очередь данные о скоростях сейсмических волн, электропроводности и силе тяжести. Мантийные расплавы – передатиты, базальты, коматииты, кемберлиты, лампроиты, карбонатиты и некоторые другие магматические горные породы образуются в результате частичного плавления мантий. Состав расплава является следствием состава плавившихся пород механизма плавления и физико-химических параметров процесса плавления. В целом, реконструкция источника по расплаву – сложная задача. Фрагменты мантийных пород, выносимые на поверхность мантийными жиросплавами, кемберлитами, щелочными базальтами и др. Это ксенолиты, ксенокристы и алмазы. Алмазы занимают среди источников информации о мантии особое место. Именно в алмазах установлены самые глубинные минералы, которые, возможно, происходят даже из нижней мантии. В таком случае эти алмазы представляют собой самые глубокие фрагменты Земли, доступные непосредственному изучению. Мантийные породы в составе земной коры – такие комплексы в наибольшей степени соответствуют мантии, но и отличаются от нее. Самое главное различие – в самом факте их нахождения в составе земной коры, из чего следует, что они образовались в результате не совсем обычных процессов и, возможно, не отражают типичную мантию. Они встречаются в следующих геодинамических обстановках. Альпинотипные гипербозиты – части мантий, внедренные в земную кору в результате в горообразование, наиболее распространены в Альпах, от которых и произошло название. Афиолитовые гипербозиты – передатиты в составе афиолитовых комплексов частей древней океанической коры. Абессальные передатиты – выступы мантийных пород на дне океанов или рифтов. Эти комплексы имеют то преимущество, что в них можно наблюдать геологические соотношения между различными породами. Было объявлено, что японские исследователи планируют предпринять попытку пробурить океаническую кору дамантий. Начало бурения планировалось на 2007 год. Обсуждалась также возможность проникновения границы Махаровичичей в верхнюю мантию с помощью самопогружающихся вольфрамовых капсул, обогреваемых теплом распадающихся радионуклидов. Основной недостаток полученной из этих фрагментов информации – невозможность установления геологических соотношений между различными типами пород. Это кусочки мозаики. Как сказал классик, определение состава мантий по ксенолитам напоминает попытки определения геологического строения гор по галькам, которые из них вынесла речка. Состав мантий Мантия сложена главным образом ультраосновными породами – перовскитами, передатитами и в меньшей степени основными породами и клагитами. Также среди мантийных пород установлены редкие разновидности пород, не встречающиеся в земной коре. Это различные флагопитовые передатиты, граспидиты, карбонатиты. Строение мантий Процессы, идущие в мантии, оказывают самое непосредственное влияние на земную кору и поверхность Земли, и являются причиной движения континентов, вулканизма, землетрясений, горообразования и формирования рудных месторождений. Все больше свидетельств того, что на саму мантию активно влияет металлическое ядро Земли. Список литературы Верхняя мантия Переулок Сангл М. Мир 1964 Деменицкая эра М. Корай мантия Земли М. Недра 1967 Шейнман Ю. М. Очерки Глубинной геологии М. Недра 1968 Петрология Верхней мантии М. Мир 1968 Земная кора Мантия Земли Переулок Сангл Серия науки о Земле Фундаментальной труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии М. Мир 1972 Бот М. Внутреннее строение Земли М. Мир 1974 Верхняя мантия Переулок Сангл Серия науки о Земле Фундаментальной труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии М. Мир 1975 Милютина Е. М. Сейсмические исследования Верхней мантии М. Наука 1976 – Тектоносфера Земли, Патриот В.В. Белоусова М. Наука 1979 – Моисеенко и Сосново-глубинной геологии М. Недра 1981 – Пущаровский Д.Ю. Пущаровский Ю.М. Состав и строение мантии Земли Сарасовский образовательный журнал 1998-11 С. От 111 до 119 Ковту на электропроводность Земли Сарасовский образовательный журнал 1997-10 С.